Добрый день! Сегодня в одном из самых крутых районов Подмосковья и вообще России Это Мытищи, район Пироговский Вот здесь высотные здания новенькие Наверное, они меньше, чем 10 лет им Есть вот такое поменьше здание, двухэтажное, постарше Но что самое, самое, самое крутое в этом районе, микрорайоне Вообще в этом месте именно Самое крутое, что во дворе этих домов Вот этих двух маленьких домов, двухэтажных, вот этого И следующего, не двухэтажного, может быть, но Ненамного большего дома Короче говоря, во дворе этого дома протекает река Если я не ошибаюсь, это Клязьма Вот, представьте себе, вы выходите из подъезда И у вас во дворе течет река Небольшая речка Сейчас я вам покажу, насколько близко от подъезда она протекает От выхода из подъезда Вот, а продолжая Продолжая наш курс Значит, мы сказали в конце прошлого видео Последнего видео, что цели может ставить только разумные существа То есть, допустим, люди То есть, цель – это конечная причина Причина, которая находится в будущем Относительно своего следствия То есть, мы планируем наперед Мы должны что-то предвидеть Иметь, обладать возможностью Предсказать, что будет, да? Продумать вперед, запланировать Поэтому, собственно, цели ставят только разумные существа То есть, понятным цели можно оперировать Только когда мы пользоваться Только когда мы имеем дело с разумным существом То есть, с человеком Вот, вот, заметьте Вот подъезд А вот река То есть, во дворе течет речка Так вот Допустим, вот эта сама по себе речка Она не может себе поставить цель То есть, сама по себе она цели не имеет Она просто существует И все У нее нет разума Такого, как у нас Вот Еще раз покажу Расположение А я вот могу поставить цель этой реке То есть, ну, моя цель в данном случае Я хочу использовать ее в этом видео Чтобы вам было интереснее Да, чтобы вы узнали об этом Очень крутом месте Может быть, кто-то из вас купит здесь себе квартирку Вот адрес Героя Совета Союза Ивана Александровича Сазонова, видимо Да, улица Сазонов 2 Так вот Я ее использую для своего видео Вот я поставил такую цель сегодня Этой речке Кто-то другой Использует эту речку Для других целей Вот Ну, можно ее использовать Как учебное пособие Для чего угодно, да То есть, если мы говорим о преподавании Вот так Вот такой вот пример Как можно пользоваться целями Создавать цели, точнее Продолжение следует... Продолжение следует...